Девушки отдыхают Еще одно из моих предсказаний сбывается, что начали вылезать наружу секреты, которые бы никогда ранее не вылезли. Замахнулись на таких людей, первых людей государства, которые, собственно говоря, и управляли нами с вами все это время. То есть замахнуться на них было нельзя. Друзья, это, в общем-то, граничит с возможностью жить на белом свете в стране Советов. На днях Ангела Меркель побывала у нас в стране, дала нагоняй всем чиновникам, которые у власти. Ведь вы же понимаете, если вам показывают двойника Путина, то есть вам показывают костюмчик, значит он не правит, значит управляет кто-то другой. Кто, друзья, управляет его команда? Команда, которую создавали. Но команду создавал не сам Путин, а ее подбирали, чтобы эта команда всех устраивала. И вот, несмотря на все это, сразу после Нового года Ангела Меркель приезжает и дает нагоняй всей команде. После этого Путин быстро бежит делать обращение к нации, собственно говоря, к федеральному собранию. Но это звучало как обращение к нации. И это были постулаты на этот год, на ближайший год. И там, в общем-то, страшные заложены были основы для будущих трагедий. Однако народ этого не понял. И, наверное, будут сейчас все разбирать и обсуждать, поскольку Путин заикнулся об изменении Конституции. Но это все не так важно, друзья. Изменение в Конституции. Человек ведь и так урезан в правах. У нас в России у человека прав давно нет. А я не знаю, когда они были. Может быть, на какое-то время вам вдруг казалось, что вы обладаете какими-то правами. Может быть, когда вы ходили полностью в сером одетые, и вся страна ходила одета в черное. Вы не помните этого времени, когда и носить-то нечего было. А когда появились какие-то товары, вы все равно остались ходить в черном цвете. Ну, потому что такой менталитет. Так заложено было изначально. Изначально заложено в головы людей, не обладающих никакими правами, что лучше ходить в черном. А менее марка, менее привлекает внимание. Ну, и вообще, как бы модный цвет. Я хочу сегодня сказать вам о том, что сразу после отъезда Ангела Меркель начались события, которые повлияют на ход истории в нашей стране на ближайшее время. И Ангела Меркель – это ведь не Медведев, это никто иной из правительства. Если уж она сказала ей, все равно, кто ты, Шойгу ли, Бортников ли, что ты возглавляешь, КГБ ли возглавляешь, или ты возглавляешь Министерство обороны. У нее полномочий побольше, чем у того и другого вместе взятых. Поэтому Гелия, она сама себе на уме, она женщина боевая, от папы достался, запал ей и ее, конечно, только из-за ее папы, ее никогда никто не тронет. Потому что папа, ну пойдите, свяжитесь с ее папой, папа стоит на чеку. Но, хотя я рассказала вам и про Владимира Путина, нет, не буду сейчас рассказывать. Во всяком случае, думаю, что мы вернемся в ближайшее время и к Владимиру Путину. А сегодня я расскажу вам про Бортникова и Шойгу, которые заинтересовали следователей по делу MH17, Международная следственная группа JIT по расследованию крушения малазийского Боинга над Донбассом в 2014 году опубликовала новые материалы. Следователи полагают, что руководство ополчения в момент трагедии действовало не самостоятельно, а получало распоряжение из Москвы. JIT, это вот та самая международная следственная группа, представила записи перехваченных переговоров бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина Стрелкова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, обвиняемых в непосредственном участии в трагедии. В качестве еще одного свидетельства об обстоятельствах произошедшего фигурирует запись пресс-конференции главы правительства ДНР Александра Бородая. По версии JIT, самолет Малайзия Айрлайнес сбили из Бука, принадлежащего военной части в Курске. Следователи хотят знать, кто дал приказ Бородаю, Гиркину и другим видным фигурам ДНР, и какую роль эти люди сыграли в случившейся трагедии. В числе лиц, которые могут быть предполагаемыми кукловодами, JIT упоминает министра обороны России Сергей Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и некоего Владимира Ивановича, предположительно генерала ФСБ по версии JIT, осуществлявшего Общее управление силами ополчения. В качестве косвенного свидетельства того, что военная мощь России самопровозглашенным республикам не ограничивалась поставками техники, но и заключалась в координации мероприятий по обороне, JIT указывает на разговор Бородая со знакомым, который в диалоге говорит о защите интересов России. В распоряжении следователей есть и другая запись, делающая отсылку к высшему военному руководству РФ. На ней ополченец ДНР с позывными «Монгол» говорит неизвестному собеседнику, что в Макеевку прибыли люди с полномочиями от Шойгу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередное достижение группы следователей подгонкой фактов под заранее известное решение. Но надо напомнить Марии Захаровой про 12 чемоданов кокаина. Это тоже была подгонка решений, причем здесь уже непосредственно Министерство иностранных дел участвовало. Ну вот, будем следовать ее логике. То есть это подгонка решения. То есть это подгонка фактов под определенное решение. Нынешнее заявление JIT по своему качеству соответствует этой стратегии. Тем не менее, оно нуждается в тщательной проверке. Обсуждать детали опубликованной информации по линии МИД до проведения экспертных разбирательств неправильно. Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты, как минимум, цитирует Захарову Рия Новости. Но, естественно, Маша не может отвечать за чужие решения. Она не может давать свои оценки. Она в этом права. Потому что там, где замешан Шойгу и Бортников, как может Маша туда влезать и отвечать за их слова? Она не имеет права делать ни одного заключения без их, собственно говоря, письменного на то разрешения. В заключение глава пресс-службы МИД подчеркнула, что, живя в мире фейков, бороться с ними можно только путем тщательных экспертных расследований. Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Следственная группа отрабатывает версию, по которой самолет сбили с территории подконтрольной о получении ДНР. Российские эксперты эту теорию опровергают и показывают, что стрелявший бук находился на территориях ВСУ. В августе 2019 года детектив из ФРГ Йозеф Реш, занимавшийся расследованием гибели MH17, публично заявил, что готов представить следственной группе дополнительные материалы, которые позволят гарантированно назвать виновников. Джит его информация не заинтересовала. Реш в ответ пообещал собрать пресс-конференцию и уже там обнародовать результаты своих изысканий. Но до сих пор этот шаг он не решился сделать. В своем анализе событий, который называется «Сногсшибательное предсказание» на 2020 год, я говорила о том, что сейчас будут вылезать такие невероятные факты, но факты однодневки, которые вылезли для каких-то целей, кто-то что-то обнародовал, то ли скинуть кого-то, то ли подножку поставить. Но мы это будем знать один-два дня, потом это все будет уходить. Об этом потом забудут. Почему забудут? Да потому что то ли свои цели достигли, то ли нет. Самое важное для нас с вами – не понимать, что достиг кто-то цели или нет этим выкинутым сообщением, а о том, что этот факт имел место быть. И мы об этом, о правде, мы можем узнавать только сейчас, когда прошло какое-то время, и когда в стране начинает меняться власть. Власть в стране будет заменена. И сейчас пойдут ликвидации и зачистки, о чем я говорила и во вчерашнем ролике, и в предсказаниях на 2020 год. А сейчас я хотела обратить ваше внимание, что такие столпы нашей политики и нашей жизни в России, как Шойгу, как Бортников, под них могут оказаться в неловкой ситуации, когда им тоже за что-то придется отвечать. Это не значит, друзья, что в стране наступит справедливость и что вам будет лучше от этого житься. Абсолютно нет. Просто кто-то имеет сейчас больше полномочий занять место Шойгу, потому что Шойгу, ну, провалился он в своих операциях на Ближнем Востоке. Убрав генерала Сулеймане, я думаю, что здесь они наделали очень много ошибок, да еще и поехали в Оман, и там стали договариваться, и президент Омана через два дня после их отъезда умер. Вы знаете, вот это все нужно учитывать. Ведь никогда таких фактов не бывает, чтобы вот они сложились, и никто нигде ни в чем не замешан. Вы понимаете, о чем я говорю? Если кто не знает, напоминаю, что сразу после отъезда Зеленского с командой, и российской командой разведчиков, которая там находилась, и вели переговоры с Зеленским, сразу после этого, лояльный к России, хорошо относящийся президент Омана, умер через два дня, причем не оставил никаких наследников, и причем будет сейчас формироваться новое правительство в Омане, то, которое и нужно разведке России. А теперь вспомните наши прекраснейшие отношения с Афганистаном. Мы дружили с Афганистаном, но когда приказали, и когда настал час Че, российские войска вторглись в Афганистан, устанавливать свою правду в этой стране, свою правду, которая этой стране не нужна была. Но еще раз напоминаю, Афганистан был лоялен к России и дружил с Россией. Точно так же лоялен к России и дружил с Россией президент Омана. И вы видите, чем это закончилось. И тот, и другой президент погибли. Вот какую роль играет Россия на международном Олимпе войн? Скажите, пожалуйста. Я не буду определять. Я думаю, что вы и сами. Каждый в силу своего ума, развития менталитета может это определить. Но дружить с Россией, да, сначала это означает получать большие деньги. Просто так. Ни за что. Впустить в свои покои, то есть в свою страну, российскую разведку. Но потом лишиться собственной головы, лишиться страны, и Россия будет всем владеть. Я думаю, что на сегодняшний день Оман будет теперь полностью подчиняться России. И войска там будут стоять российские. И президент уже будет. Может быть, даже кто-то из буквально наших друзья, детей, которых когда-то в свое время наплодили там наши верховные правители. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Так начался год. С моих предсказаний. Я их сделала 2 января. С тем, чтобы вы увидели, как быстро покатятся события. И все, что я предсказываю, и предсказала в этом ролике за 2020 год, все уже начало. Вот уже сегодня все сбывается. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...